Всем привет! Вы на моем YouTube канале. Меня зовут Алена. Я медицинский психолог, нутрициолог, специалист по пищевому поведению. Сегодня мы с вами говорим про дешевое и полезное питание. Существует ли? Да, действительно существует. И я расскажу вам свои лайфхаки, которые вы можете внедрить. И действительно у вас будут большие-большие успехи. Почему я говорю про дешево и полезно? Мне часто пишут, Алена, а кето нужно? А палео нужно? А нужно ли ИГ, ГИГ, ЕГ, ПРГ? Я говорю простые вещи, что можно подобрать питание, исходя из ваших потребностей. Да, действительно есть те продукты, которые многие исключают из-за определенных проблем со здоровьем. И это факт. Очень многие нутрициологи рассказывают про пользу круп и пользу там всяких хлебов без глютена, всяких цельных хлебцов. Но, честно говоря, я вам скажу так. Люди, которые хоть раз читали книги по нейропсихологии, по нейрохирургии, по психиатрии, они знают про связь углеводов, про связь всего этого, вымывание различных питательных веществ и мозг. То есть на моем канале я четко говорю, что я абсолютно не идеал. У меня лайфстайл обычный, но когда ко мне заходят в практику люди, которые с какими-то вопросами по здоровью, я сразу четко раскладываю, чего, почему и как. Так вот, про тратить на еду меньше, а питаться вкуснее и полезнее. Я дам свои лайфхаки, которые я использовала много лет назад, когда жила в другом городе. И у меня действительно не было возможности покупать себе супер какие-то изысканные блюда. Я никогда не тратила на сладости много денег, потому что мне было жалко сливать деньги на пустоту и получать проблемы со здоровьем. И меня всегда интересовало, как выудить максимально нутриативную плотность из тех или иных продуктов. Погнали! Первое. Начнем с вами с рыбы. Рыба любого вида это суперфуд. Суперфуд, в котором есть супер-супер полезные вещества для вашего мозга. Главное выбирать рыбу без тяжелых металлов. Просто гугл вам в помощь. Следующее. Мы с вами говорим про все субпродукты. Субпродукты. Любые, любые субпродукты это мозги, печень, все, все сердечки, все, что легкие, все, что вы можете себе позволить чистое. Это лайк. Следующее. Мясо и курица. В принципе, как я говорю, курица паркуется. Курицу я рекомендую, честно, не ножки. Ребят, многие любят ножки, но вот эти ножки, которые чпунькают, да, различными броллеров чпунькают. И потом, когда ко мне девушки молодые приходят, Ален, помогите мастопатии, разберите психоанализ. Ален, помогите с психикой вопросы. Я всегда спрашиваю, что вы едите. Поэтому субпродукты я всем советую, но постарайтесь просто ходить и читать. Если написано броллеры, там еще какие-то ляжки, лучше брать грудки, хоть это там, скажете, курогрудка, это прошлое-прошлое. Но нет, просто туда меньше вероятность того, что туда колет. Следующее. Молочные продукты. Я не противница молочных продуктов. Я противница самого молока. У меня непереносимость молока. Я переношу прекрасно кисломолочные продукты, но не всегда их использую, когда, например, есть Сибр, Сигр, когда снижается кислотность. Я это сама уже умею регулировать давным-давно. Другой момент. Очень важно подобрать производителя. Про кисломолочные продукты это супер важно. То есть, если мы с вами говорим про кисломолочные продукты, я живу в таком регионе, где я знаю, где даже вот слово такое, знаете, не экранное, скажу, разводят в подвале и продают. То есть, есть и такие вещи. Поэтому, когда мы с вами говорим про молочные продукты, да, у меня, кстати, мама покупает у знакомой, которая держит корову свою. Я не уверена, что она пасется на идеальном лугу, но как бы нормально. В магазине я абсолютно нормально покупаю себе творог запакованный, просто знаю некоторые фирмы. Крупы и макаронные изделия. Я вообще ни разу не фанат ни макарон, ни круп. Пусть там эти самые дорогие нутрициологи обговорятся о пользе зеленой гречки и опукаются ей. Но, с моей точки зрения, это действительно те вещи, которые должны быть нерегулярны в рационе каждого человека. То есть, крупы это не основа рациона, вообще ни разу не основа, это дополнение. Если у вас есть ребенок, то да, ему это нужно. Но если вы не жеребенок уже, то ваш рацион может быть намного разнообразен креатином, может быть разнообразен витаминами группы В, 12 особенно, гемовым железом. Но не из круп и не из лаковых. Злаковые имеют особенность с фитиновой кислотой, такую неприятную особенность. Поэтому крупы можно, это дешевая еда. Но, я скажу так, там хороший нормальный гликемический индекс. И муку вообще никакую нельзя. Сразу говорю, что если у вас есть проблемы с близкими, с депрессией, с эпилепсией, с стрессом, с тревогой, с бессонницей, с кишечником, сразу нужно муку, все виды муки убрать. Тем более, если у вас есть, у меня просто в консультацию заходят семьи, которых, например, ребенок-аутист, еще что-то. И они просто говорят, что да, диета не работает, вообще мы готовы отдавать деньги кому угодно, только не смотреть в корзину. Смотрите в корзину. Так вот, про крупы. Крупы можно, нужно людям на ежедневной основе с небольшим, скажите мне, с небольшим, не, как вам объяснить, хотела сказать с небольшой плотностью калорий, но нет, с небольшим дополнением. Это не основа рациона. Плюс, как вы себя чувствуете, от них это тоже нужно фиксировать. Про масла. У меня мама растительное масло льет куда ни попадя. Я от этого чисто психологически страдаю, потому что качество этого масла, оно ужасное, оно создает воспаление. И бывает, ты сам не знаешь, что купил и от чего тебя долбануло. И можно сколько угодно проходить курсы по ЖКТ, пока вы не будете заглядывать в масла. Масла, это тоже воспалительные есть масла, и их нужно четко отслеживать. Про масла я сняла видеоролик, в каких бутылках покупать, что написано должно быть, как смотреть. Это реально такая мелочь, но она создает, бывает, неприятную историю. Овощи, фрукты, орехи. Фруктоза метаболизируется печенью. Знаете, это сразу, она напрямую сразу тыдыщ и выстреливает в вас, то есть со скоростью ветра. И если вы не успеваете сжигать, вы сейчас не собираетесь вылетать на пробежку, будьте осторожны с фруктами. Фрукты классный, классный антиоксидант. Это супер история для, как абсорбент, особенно от интоксикации тяжелых металлов, простите, прокакаться. Это класс, но многие не понимают, что этим нельзя увлекаться, и есть более другие вещи, более такие здоровые. И вот, что могу сказать про сыры. Это тоже хороший продукт, но нужно разбираться, кому, сколько и для чего. Питаться правильно и недорого, реально. Еще раз объясняю, это рыба, это мясо, это кисломолочные продукты, это крупы, это овощи. Любые котки, вы можете себе позволить, только, пожалуйста, умоляю вас, не сидите на огурцах. Это одна вода, там нет вообще никакой нутриативной плотности. Просто пописейте и усохнете. Другой момент, вы, как всегда, знаете, что я жесткая и могу говорить так, как оно есть. Другой момент, заморозка овощей и фруктов, тоже лайк и годится. Следующее, здоровое питание, это то, что вы себе подбираете. Кофеин, вот эти все чаи, это не про здоровье. Это для настроения, антиоксиданты. Но еще раз говорю, кто пьет кофе, они знают, что оно снижает кислотность, долбит по нервной системе. Оно вам нужно. Если вы сензитивный человек, ну, уберите это Г на ПМЖ вообще. Другой момент, это чай. Чай, с ним тоже осторожно, там есть танины. В общем, всего вы не узнаете, пока не проверите. И идеального меню не существует, какая бы тетя вам не рассказывала, что у нее 500 миллионов образований, и она сейчас вас научит. Мне иногда смешно смотреть на этих врачей, которые с экранов приглашают в закрытый эфир, и они расскажут, как там, наконец-то, как же там пукнуть так поудобней. Сейчас YouTube меня просто вырубит, наверное. Просто сейчас была у меня одна консультация, и девушка после того, как отдала 40 тысяч блогеру, которая ведет школу по нутрициологии, она там ей рассказывала, о боже, очевидные вещи. Ну, как бы, у меня всегда вопросики. Другой момент, перекусы. Про перекусы я говорила, что здесь не нужно авокадо только, который так вот это рассказывает. У меня, например, когда я жила в Москве, была студенткой, у меня не было денег покупать это авокадо. У меня все просто было. И еще раз подвожу итог. Субпродукты, овощи, рыба, ягоды, вода обязательно. Какую воду, я снимала отдельный ролик. Газированная, негазированная, электролитная, неэлектролитная. Электролиты просто делаются. Лимона добавляете и делается. Только главное смотреть на здоровье ЖКТ. В общем, здоровье ЖКТ сейчас у всех под вопросом. Тут сработало, там не сработало. Поэтому дешево и сердито можно, но не настолько, чтобы раздеребанить здоровье. Я вас умоляю, не покупайте вот эту химию в магазинах, вот эти сладкие творожки. Не тратьте на это денег, на это сладкие вообще какие-то подарки. Колбасы эти уродские, все эти трансжиры. После них ко мне приходят люди после инсультов, после инфарктов, с депрессией, с проблемами с пищеварением, с эпилепсией приходили. И, господи, никто даже не сказал человеку, что просто убери эти ужасные углеводы в большом количестве из своего рациона. Почему люди об этом не знают? Я просто, я всегда вот в шоке. И дешево, и полезно. Дешево не всегда полезно. Так же, как и дорого не всегда полезно. Вот топ продуктов я вам назвала, а вот как их совмещать, компонировать, это уже очень индивидуальная вещь. И могу сказать, что как вы их не компонируете, все зависит от того, какие микроэлементы у вас задействованы, каких ферментов вам не хватает, как работают ваши моменты, связанные со стрессом, и насколько вы метаболически гибки. Вот так, мои любимые, пишите вопросы, а я вам отвечу. Рацион влияет на голову, сразу вам скажу. Вот у меня что-то пойдет не так, там где-то я в ресторане пообедаю, где-то я там не там, не дома, не там, не сям, и я уже не в том состоянии, как я почувствую, потому что я знаю, насколько еда способна или дать энергию, или отобрать. Все вот эти копченочки, соусы, консервы, все это шлак, просто шлак. И на него даже не стоит тратить деньги. Ну, как бы, это, наверное, уже всем понятно давно, надеюсь. В общем, так, сказала вам, как думала, а вы уж там сами думайте. В общем, я всем, что питалась, я до этого блога, поверьте, много лет, проведя в студенчестве, я питалась вообще, как мне еще Господь ноги восстановил, потому что питалась я очень плохо и никогда об этом не задумывалась. Поэтому берегите себя, ваше здоровье в ваших руках.